Марафон электромобилей — уникальное спортивное соревнование на дорогах Европы, причем участвующие в нем экипажи не могут, что называется, гонять. Они должны соблюдать правила дорожного движения и стартовать одновременно с автомобилем судьи. Если обычно на авторалли участники соревнуются в скорости, то на ралли электромобилей в точности. Так называемый нулевой экипаж заранее проезжает маршрут с максимально допустимой скоростью, строго соблюдая правила. При этом командам-участникам не сообщают время, за которое он преодолел маршрут. Победителем становится команда, которая преодолеет маршрут за время, наиболее близко к результату нулевого экипажа. Прибывшие вечером на столичную ратушу после ралли электрокары произвели на публику неизгладимое впечатление. Многие хотели сфотографироваться с данной техникой, как, например, с автомобилем марки «Победа», хозяин которого переделал его, превратив в электромобиль. Это очень долгая история. Когда я был маленьким, автомобиль «Победа» был для меня самой красивой машиной. И я мечтал стать владельцем автомобиля, который был бы дружелюбен по отношению к окружающей среде. И когда мне представилась такая возможность, то я сложил две мечты в одну и сделал из победы электромобиль. Живой интерес вызвали и другие электромобили. И, по словам главного организатора мероприятия, подобные соревнования все же побуждают людей задуматься о том, что электромобиль имеет свои плюсы. Тем более, что за ними, как многие убеждены, будущее. Когда проходит такое интересное мероприятие, то люди, проходящие мимо, обращают свое внимание на разные электромобили, которые находятся здесь и начинают ими сильнее интересоваться. Так что такие ралли популяризируют электромобили. И, разумеется, нельзя не упомянуть, что наряду с продвижением экологичного мышления и инноваций, в этом году мероприятие было посвящено великому спортсмену и энтузиасту экологичных автомобилей Юри Тамму. И у Юрия Тамму было очень много друзей по всему миру, в разных странах. И действительно, все его вспоминают как большого человека с большим сердцем. И кроме всех его достоинств, он смог заглянуть в будущее, когда он возродил традицию забегов. Эта традиция приобрела новые черты. Это были именно электромашины в 2011 году. Тогда еще никто, естественно, не предполагал, насколько трендовыми станут именно электромобили. По словам мэра столицы, в будущем году Таллин станет зеленой столицей Европы. И благодаря подобному автомарафону Таллин и вся Эстония подает и другим странам пример того, что гонки можно устраивать и на электромобилях. Точно так же, как инициатор этого мероприятия Юри Тамму, представлявший Эстонию, был примером для многих. Сергей Овщенков, Андрес Лайго. Новости Таллина. 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 Новости Тал